Ну, я думаю, что все хорошо. Окей, значит, у нас по средам идет продолжение Дерихтхья, Возрождение, Пути Возрождения Рава Кукла. Так, уже было два урока, Литовск, мы его оставили на среду, а в другие дни мы как бы учим что-то еще. И сейчас будем учить третий урок, сейчас я открою шерскрин, Путь Возрождения, Значит, предыдущие уроки говорили о том, как же на самом деле все сводится к одной и той же идее, на первый взгляд, что религия – это не мозги. Если все свести к одной фразе, то надо сказать, что религия – это не мозги. Религия – это энергетика. И без того, что в этот мир поступает… Сейчас я скину пароль на нашу вторую группу. Одну секунду. Значит, и без того, что эта энергия поступает в мир, причем таким образом, что даже, как говорится, простые и бодальные люди способны ее воспринять, религия лишается своей моральной поддержки в толпе. Религия держится на том, что толпа понимает, зачем ей это надо. Как толпа может понять, зачем ей это надо? Толпа чувствует какую-то энергию. Очень просто. Сказать, опустить это до банальности, зачем люди ходят на футбол. Получать кайф. Часть кайфа – это, так сказать, смотреть на зрителей, на игру. Часть кайфа – это чувствовать себя, как говорится, частью армии болельщиков и так далее. То есть это энергетика, которая управляет миром. Или там, я не знаю, люди ходят на демонстрацию перед домом Натаниагу на Бальфоро. Целый год, да? Я понимаю, что им за это платят и все такое, да? Но если бы они не чувствовали экстаза долой Натаниагу, да? Они бы туда не ходили. Окей? Сказать, еще хуже, так сказать. Люди делали революцию в 1917 году. Ну, что-то же ими двигало. Двигало коллективная психика, которую очень хорошо пишет Эрек Фром. Окей? Я хочу сказать простую вещь. Я пытаюсь утверждать, что это то, что здесь говорит Раф Кук. Что если нет такого энергетического эффекта в религии, то она тоже, как бы, так сказать, очень быстро, так сказать, уступает свое место каким-то другим явлениям, или становится чем-то чисто формальным. Можно, конечно, сказать, что религия здесь держится на страхе, да? Ну, так нас учили в школе, да? Ну, вот Раф Кук говорит, нет, что религия держится на какой-то энергетике. Вот. И как только мы сказали, что религия – это определенная энергетика. Я сейчас понимаю, что со мной многие не согласятся, и даже будут меня кидать виртуальными какими-нибудь помидорами. Я даже предполагаю, примерно кто. Тогда есть вопрос, а, так сказать, каким образом эта энергия поступает? И ответ, который дает Раф Кук, что энергетика, религия – это какие-то люди, которые чувствительны к духовным сферам, и которые способны транслировать эту энергию на уровень толпы. Окей? Так сказать, как говорится, последний такой, так сказать, широко известный пример – это Любович Кирейб. Мы сейчас не будем разбирать вопрос, или он Машиех, или он не Машиех. Это, как говорится, третий степенный вопрос. Но это человек, который сумел направить энергию десятков тысяч людей и направить ее в сторону добра, направить ее в сторону света. Это человек при взгляде, на которого было ясно, что Бог есть. Если есть такой, как рыбы, то, наверное, Бог есть. Это то, что ощущал простой человек, находясь рядом с рыбой. И Равкук говорит, об этом мы говорили на прошлых уроках, что на этом держалась религия времен пророков, на этом держалась религия даже времен судей, еще раньше, вплоть до разрушения первого храма. Потом это начало чуть-чуть размываться. Тем не менее, он говорит, что были какие-то поколения, в которых это тоже поднималось. И, например, даю пример поколения Раби Акивы, которые говорят, Этлер работает на Талмидейха Хамим, что без Талмидейха Хамим, которые способны транслировать эту энергетику, то есть как бы все это становится решенным смыслом. Поэтому Раби Акива вывел формулу, что любить Бога означает любить мудрецов Торы. И бояться Бога означает бояться мудрецов Торы, потому что без посредничества этих мудрецов религия превращается отмейтавт в мертвую букву. Хотя вроде бы идея того, что есть кто-то там наверху, условно, кажется банальной, но без людей, которые могут это ламхиш, без людей, которые могут это облечь в переживания, в психическую форму, это все решается смыслом. Еще он говорит, это то, что говорит Равкок, на первый взгляд. Кроме того, что я читаю в его статье. Психика Абая Тит. А Митсуя Абэ Пээл. Начало этого урока возвращается чуть-чуть к концу того прошлого. Так у Рава Шерки, и мы идем за ним. Психика Абая Тит я перевожу как психика, которая ощутима как переживание. Сегодня мы говорим Абая Тит, но у меня такое впечатление, что Равкок использует Абая Тит в том смысле, как Абая Тит сегодня. Амцуя Абэ Пээл, который находится в реальности, Вишафат Шефа Коах. И, так сказать, она передает мощную энергию. Не то, что рисуется и отображается в тенях науки. Это то, что начинается эта статья. Она говорит, что наука дает человеку тень веры. То есть, с помощью науки он может представить себе, что идея Бога не совсем бессмысленна. И соблюдать заповеди – это, так сказать, не совсем дикость. Но реального ощущения, что это такое наука дать не может, и как бы это не ее цель. Наука – это тень. Тень религии. Тень религиозного переживания. Васкала, шитхит, оамука. Окей? Это может быть глубокое постижение, это может быть поверхностное постижение. Научное, да? А где оно? Но это все равно останется тенью. Мид галлея рагба дирей кохши баулем. Раскрывается она только в особенных личностях, обладающих особыми духовными силами. Другими словами, человек может проучиться в Ишиве. И очень долго. Особенно часто это можно слышать от людей, которые учились в вязаных Ишивах. И Тора для него останется математикой. Выражение Тёте Славы Шифриной. Аллея шалам. И Тора для него останется математикой. И он будет задавать вопрос. А вот здесь написано 2х24, а здесь написано 2х25, а в другом месте написано 226. И как это все согласовать? И он, конечно, потратит на это целую жизнь. Но он говорит, это все тени. На одной стенке написано 2х24, а на второй 2х25. Это и то тень, и эта тень. А что на самом деле? На самом деле есть электростанции. Человеческие электростанции, которые передают эту энергию в мир. Ну и как это говорится, тот, кто говорит это о других, говорит это о себе. То есть откуда Равкук может это знать? Только, так сказать, изнутри, из глубины своей души. Он говорит, я такая электростанция. Хотите, подсоединяйтесь. Нет? Ищите где-нибудь еще. Медгалей Рагба Дире Кохба Ола. Раскрывается она только в самых сильных духом личностях. А Азурим Бегурат Элоким, опоясанных божественной силой, которые умеют плыть в великом море, жизнью веры. Это примерный перевод. То есть вера – это великое море. Не математика. Это великое бушующее море. Шерки говорит, что есть люди, изменяющие мир. Изменение мира может быть или в области науки и философии, которую называют оболочкой. И есть люди, которые изменяют мир впоследствии глубокой веры. И Равку говорит, что что значит изменение мира посредством веры? Это посредством той энергии, которую они транслируют в мир. Дальше комментарии на ивритский оригинал. Что такое психика? Я перевожу реальная психика. Пример Баал Шемтов. Он говорит, что Баал Шемтов – это не человек, который открыл какую-то новую теорию. Наверное, мы с ним не согласимся с этим вопросом, так сказать, в Равшерке. Но человек, который привнес сюда мощнейшую психическую энергию и оживил, так сказать, сотни тысяч людей этим новым переживанием духовности. У народов мира это, например, Толстой. Теперь. Это психика, это психическая энергия, которая транслируется великими мудрецами, великими праведниками. Она нуждается в сосудах. Что тухал ли сфог элтуха шифат орашила психика рухани таклали. Как это продолжение? Возможно, я что-то пропустил, не знаю. Чтобы она смогла вместить в себя всю эту энергию духовной психики. Возможно, что я сейчас пропустил. И тогда, вероятно, он говорит о науке, о научных, так сказать, открытиях и так далее. Он говорит, что с помощью науки и с помощью культуры конструируются сосуды, которые могут вместить этот свет духовной психики. И тогда культурное развитие разума и развитие морали становится сосудом для этой духовной психики. С другой стороны, сама эта мораль приобретает силу и порядок, основанный на божественности. есть свет и есть сосуд. Сосудом является наука и мораль. А на этой базе можно воспринимать духовную энергию, как мы говорили. локен имшифата орба близли лад дейхсилат арбут. Когда этот свет приходит и ему не предшествует культура или разум или мораль. То есть, когда свет веры не облачается в сосуды, как мы сказали, три сосуда, да, разум, интеллект, интеллект, мораль и культура. Тогда этот свет производит только тьму. Великий свет, который человек получает, если он не подготовлен, становится для него тьмой. Рафшерки считает, что речь идет про хасидизм, который, так сказать, слишком большое значение придает мистики за счет разума и морали. Окей. Что было на горе Синаи? Это вопросы. Гора Синаи это пример того, как как раз очень хорошо совпадает с нашей недельной главой. Гора Синаи это прекрасный пример, как евреи получили мощнейшую, как мы скажем, психическую энергию, И куда это пошло? Сначала это пошло на золотого тельца, правильно? А потом это пошло на разведчиков. И задают вопрос, как же так люди, которые только что стояли на горе Синаи, вот так себя ведут? Ответ. Свет без сосудов. Вот ответ. Есть свет, нет сосудов. Свет без сосудов разбивает сосуды. Так? Ломает мир. Когда этот духовный свет выходит, вырывается за пределы своего круга и попадает на необработанную почву. пример, приходит к праведнику и ловит от него эти все энергии, но он себя-то не исправил. Что из этого получится? Из этого получается то, что мы видим, как правило, в разного рода компаниях, рассказывают про Рэби, я могу сказать, что я видел там уравлицхака, человек, который приближается к праведнику, приобретает чрезвычайно большое эго. Это первое шумошее. Второе, он совершенно не способен находить общий язык со своими со верниками, со своими братьями по веру. Почему? Потому что он принял свет, а сосудов для этого света у него нет. Окей? И тогда этот великий свет, который он получает от садика, то есть садик настоящий, свет настоящий, все настоящее, нету только сосудов. Поэтому единственное направление, куда идет эта энергия, в основном на увеличение его гава, на увеличение его собственного эго. Дальше где-то даже я читал об этом, поэтому очень часто человек приходит к праведнику и потом от него убегает. Потому что эго уже настолько зашкалило, что праведник уже неправедник. Но при этом он поругается со всеми остальными учениками. И еще раз говорят, существует на разных уровнях везде. магит, когда умирал, что он завещал своим ученикам? Единство. Будьте только вместе. Окей. Сколько Рэбби говорил про единство, но, наверное, больше его никто не говорил. Есть письмо Рэбби, где он говорит, чем отличается Кфархабада от Бнебрака. Кфархабада от Бнебрака отличается тем, что Бнебраки все едины, сравнительные, поэтому Кфархабад каждый исполняет митцву эндотэмшанот, эндотэмшавот, каждый исполняет заповедь, их мнение отличное. То есть каждый обязан идти по-другому. И поэтому Кфархабад остается маленькой деревней, а Бнебрак превратился в огромный город. Так уж требуется. Окей. Еще раз говорю, это физика духовной энергии. Когда духовная энергия попадает на неподготовленную почву, надо сказать, выращивают сорняки. Окей? Не только это. духовная энергия, как сейчас мы сказали, необработанная, приводит человека к язычеству. От этого происходит грязная сторона язычества. язычество, которое пользуется тем же самым энергетическим источником. А вкук говорит, энергетика язычества, энергетика монотеизма это в принципе та же самая энергетика. Но что? Сосуды не готовы. И когда сосуды не готовы, то развивается демионод фантазии и црей лев и дурные наклонности, которые могут быть очень некрасивыми. Если мы возвращаемся к золотому тельцу, что там делали, евреи, которые сделали золотого тельца? И стали лецахэк. Лецахэк в раши переводят лошона вода зара, лошон гилу и ара йот, в восхоженстве швихуддамим. Все самые страшные грехи идолопоклонства и разврат и кровопролитие. Опять же, откуда энергия? Божественная энергия, духовная психика. Почему это приводит к таким последствиям? Потому что нет сосудов. Так, ну это можно потом прочитать самостоятельно. религия, что религия, всякие некрасивые действия и так далее. откуда они идут? Оттого, что человек принимает свет религиозной духовности и не работает над своими сосудами так, как положено. Еще тогда этот свет приносит проклятие, а не благословение. здесь масса книг, которые утверждают, что религия это обязательно насилие. Недавно я читал какую-то книжку на эту тему, что религия это обязательно насилие, религия это обязательно фанатизм. Правильный ответ написан здесь. Религия не обязательно насилие при условии, что человек очищает свои сосуды. При том, что человек вообще знает, что должны быть сосуды. Если иудаизм мы еще говорим про сосуды, то в других религиях даже такого понятия по большому счету нет, насколько я слышу. Вера это чистый свет. Свет обязан облачиться в сосуды. Сосуды действия, сосуды заповеди, сосуды интеллекта, сосуды морали. Много сосудов. Келим и келимшан. Тогда свет религии приносит благо. Здесь Равкук начинает заниматься коллективной психологией. На уровне коллективов, то есть на уровне нации, нет ни одной нации, дальше говорится, кроме Израиля, нет ни одной нации, в которой существует, как он называет симпатия Луки Шелотова Мухлада. Божественная симпатия абсолютного блага. То есть на уровне нации, там и могут быть отдельные, так сказать, выдающиеся личности, но нация в целом очень далека от стремления к добру, к абсолютному благу. В глубине души, он тоже подчеркивает, что это в глубине души коллективов, то есть наций. Правило, существует зло, а не добро, как он дальше говорит. А для того, чтобы транслировать эту энергию на весь мир, нужна нация, которая, так сказать, воспринимает эту энергию именно как нация. Дальше об этом говорится. Тут интересная связь, если нация в целом далека от морали, если нация в целом далека от интеллекта, то Бог, которого они верят, это будет чужой Бог, это будет идол. Интересно, да? То есть является ли та или иная нация идолопоклонниками или нет? Ответ связан с тем, какой уровень их интеллекта и какой уровень их морали. Если интеллект низкий, мораль греховные, следовательно, они поклоняются чужому Богу и идолу. Одно с другим связано. То есть, он человек рисует себе Бога, а потом он ему служит. Любому антоизму то же самое. Но зависит от того, какими красками он пользуется. Если его краски качественные, то есть качественная мораль, качественный интеллект, Бог, которого он нарисует, будет тоже красивый, и тогда служение такому Богу будет так или иначе связывать его с настоящей духовной энергией. Если же краски целевые, мораль низка, интеллект тоже не развит, то будет карикатура. Мы видим в них в народах признаки зла, преступности и насилия. Сущность морали все более и более оставляет их. То есть нации в целом остаются такими же жестокими, как были, а то и хуже. Рав Кук это писал или перед Первой мировой войной примерно так. Как говорится, развитие событий это подтвердило. Авал морешет плейта ешла лайнашиют в хнест Исраэль. Но есть спасение человечеству в народе Израэля. Что симпатия элокит немцет бахуга оптимит что для еврейского народа свойственна симпатия элокит. Симпатия элокит означает стремление к добру и справедливости. И это внутреннее чувство народа целом. единственное единственное и единое есть абсолютное благо жизнь свет возвышенность над всей возвышенностью и благо над всем благом благ для всех милостью к добру. Фактически он сделает знак равенства симпатия к добру и вера в Бога это одно и то же именно на национальном уровне. симпатия к лолит ходерет баума лорок бих брате ким дав к бих лалута она меньше видна в отдельных личностях и больше видна о народе в целом. То есть еврейский народ как целое как нация обладает стремлением к добру к милости и справедливости. Иногда это зашкаливает и поэтому говорят что еврейцы привели к власти этого Байдена сейчас здесь тоже какой-то непонятный переворот происходит но это от того что в душе еврейского народа есть стремление к благу то есть это совершенно на самом деле божественное качество поэтому надо понять что с этим делом если нация иногда забывает свою душу источник своей жизни то пророчество напоминает или евреи отправляются в изгнание фаштай если есть какие-то вопросы пожалуйста пожалуйста микрофон в студию то не хочет ничего сказать. Теперь остается понять, что с этим делать. Это только середина статьи. Очень важно понять, что религия в конечном счете – это свет, это энергия. То есть люди, которые говорят, что религия – это разум. Нет, религия – это не разум. Разум – это тень религии. И когда этот свет попадает в неподготовленный сосуд, он разрушает сосуд. Если человечество не избавилось от этого до сих пор. То, что говорят, что самые большие жестокости творятся своими религией. Так оно и есть. Потому что еще раз говорю, религия заряжает коллективы очень серьезной энергетикой. Если коллективы к этому не готовы, то это идет не на благо, а наоборот. Да, у меня есть еще четвертый урок в переводе. Я думаю, что сейчас мы на него пойдем. Есть еще какие-то вопросы, замечания, комментарии? Ничего. Продолжаем. Подготовка сосудов – это как она… Я не знаю, как правильно вопрос задать. Как она выражается? Как она готовится? Ну, что нужно для этого? Как понять, сосуд он есть или его нет? В общем, был ответ или сейчас будет ответ, что сосуд означает интеллект. Сосуд означает мораль. То есть, собственно, два сосуда – мораль и интеллект. Чем более очищен. То есть, моральный человек, так? Да. Первый сосуд – это мораль. То есть, человек, который аморален, он психически нездоров. Все понятно. Все, 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 сложилось. Все, спасибо. Окей. Но плюс интеллект. То есть, должны быть достаточно развитые представления об интеллекте. Интересно, что в самом начале Ротокодыш, когда Равкук говорит про психика мифалит. Тоже такое выражение, тоже надо понять, как перевести. Но в комментариях означает психика, которая действует. Психика, не психика, а мудрость действия. Он говорит о том, что мудрость святости отличается от мудрости несвятости, что мудрость святости исправляет человека, в отличие от мудрости обычной. Когда-нибудь мы будем это учить. Так иначе он говорит, что мудрость, хохма – это умение вести себя в этой жизни. И поэтому, так сказать, мораль, хохма и мусар, он там приводит несколько псухкин, что хохма и мусар, мудрость и мораль, так сказать, в притчах Соломону постоянно идут параллельно. Рядышко. Спасибо, сложилось. Спасибо. Окей, окей. Равицах, можно вопрос еще? Да, да, да. А может быть такой случай? Человек, ну, как говорится, высокой морали, культурный, все это, но он совсем не религиозный. Конечно. Потому что он смотрит на то, что происходит в религии и говорит, я не хочу быть среди этих уродов. Ну да, так и получается, да. В этом и проблема. В этом и проблема. Получается, религия сама от своей неправильным поведением, ну, если так просто сказать, отпугивает других людей, которые хотели бы отталкивать, получается. Потому что еще раз, религия – это вера, религия – это разум, религия – это мораль. Когда из всей этой троицы остается только вера, это значит, что человек занимается только энергией, только тянет энергией. Это как инвалид получается, только вера и все. Это, помните, мы как-то говорили про мед, нет? Или я не рассказывал вам? Не, не рассказывали. Я уже не помню детали. Равнатон здесь рассказывал, что есть мясо, но есть молоко и есть мед. Мед. Мед – это гвурод диатик, такой уровень святости, который называется гвурод диатик. Кто знает, тот знает. Мед – это ассоциация Судота Тора, тайное учение Каббала. Я бы сказал, что это вера вообще. Вера – это мед. Окей? Да. Человек, который почувствовал вкус веры – это мед. Проблема в чем? О ком же он говорил? А он говорил про Шимшона. Шимшон, когда он берет в жены эту девушку, Далилу. 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 Да, так вот он привел объяснение, что Шимшон думал, что он способен исправить этот мед. И поднять его в святость. То есть, я уже не помню, как там сшиваются все нитки этой, так сказать, притчи. Но смысл такой, что мед – это высшая святость, которая называется гвурод диатик. Но если это высшая святость приходит, как мы сказали, неподготовленный сосуд, или, грубо говоря, человек объелся медом, переел медом, да? Ага. Так написано, два шахалта меат да ек. Покушал немножко меда – хватит с тебя. Окей? В еще большей степени, чем вино. Ной, который пьет вино, причем есть какое-то объяснение, что он пытался исправить грех Адама. Это отдельная тема, но еще выше, чем вино, есть мед. В нашей теме мед – это вот эта психическая энергия, о которой здесь говорит Равкук. Окей? А сказать-то по-простому – мед – это энергия веры. Если меда много переел, то идет отторжение. Окей, это идет много чего. Сейчас в нашем контексте я бы сказал, что мед – это вера. И когда человек говорит только про веру, занимается только верой, и вообще не обращает внимание на разум, и не обращает внимание на мораль, это называется, что он кушает мед, и не запивает его ни водой, ни хлебом, и не заедает его хлебом. И тогда этот мед становится ему отравой. Будет плохо ему потом. Будет ему плохо, да. Спасибо, спасибо. Там было какое-то уточнение, что пчела – она не чистая, а мед – чистая. И поэтому мед – это такой парадокс, когда из нечистого выходит чистая. Но тем не менее, это чистая, которая вышла из нечистого, может вернуть человека обратно к самой высокой нечистоте. Как говорится, что именно религия, которая попадает в неочищенные сосуды, именно там происходят какие-то самые большие проблемы. Потому что, я говорю, это даже не вино, это как мед. Хорошая ассоциация. Я понимаю, что среди присутствующих могут быть люди, которые вообще не пробовали меда, вообще не понимают, о чем они говорят, для которых религия – это только разум. Или, как говорит Гена, есть люди, у которых религия – это только мораль. Вот, собственно, так можно определить. Есть люди, у которых религия – это только разум. Есть люди, у которых религия – это только мораль. Есть люди, у которых религия – это только мед. Можно себе такое представить. Легко. Окей? И все эти три категории, они, на самом деле, как ты сказал, инвалиды. Да. Должно быть все вместе в одном человеке. Да, да, да. Мед, молоко, мясо, все должно быть вместе. Окей. Все, спасибо, спасибо. Спасибо, Равис. Так, значит, тут в начале четвертого урока в Шерке идут какие-то вопросы. Реальная психика и психика переживания. Он говорит, что реальная психика у Равкука – это психика, связанная с действием. То есть психика, побуждающая человека к действию. Например, без жидов. Да, так сказать, человек приходит в церковь или приходит в мечеть. Давайте будем говорить лучше про мечеть, да, и слышит там «Идбах-ягуд» – «Убей, еврея». У нас, так сказать, вокруг можно слышать, когда сейчас были все эти беспорядки, там можно было слышать из соседних мечетей «Убей, еврея». Вот это называется психика действия. Окей. Есть какая-то более тонкая психика – психика молитв. Так, людям непонятно, что значит божественная сила, которая есть в великих людях мира. То есть человеку. Нашему материалистическому сознанию очень трудно себе представить, что кто-то изменяет мир своей духовной энергией. Любимая тема, так сказать, любимое занятие тех, кто любит смеяться над досами, да. Досы говорят, вот мы сидим и учим Тору, и тем самым защищаем народ Израиля, да. Все слышали, да. И мы говорим «ха-ха-ха, га-га-га», так сказать, пошли бы лучше работать. А вот Рав Кук говорит, что все правда. Рав Кук говорит, да, что есть психическая энергия, различие только в количестве, да. Различие только в количестве. Это энергия в великих людей. Есть большая энергия. Каждый маленький еврей, который учит Тору, там тоже есть какой-то квант энергии, который исправляет этот мир. То есть это реально. Единственное, что человек должен знать, относится это к нему или нет. Это следующий вопрос. Ну, еще раз говорю, нам это трудно. Но есть люди, для которых это реальность. Люди, которые связаны с Богом, это заставляет их изменить мир, направление связи с Богом. Внешняя наука, которая повлияла на состояние человечества, это Аристотель, так? Считает ли Рав, что распространение хасидизма опасно? Опасно. Как любая вещь в мире, опасно. Жить опасно. Через дорогу ходить опасно. Все опасно. Хасидизм тоже опасен, ни больше, ни меньше. Ну, вообще, большинство сфотей Равакука, они обращены к нерелигиозным... Вы быстро переключились. Последний ваш ответ насчет, кто изменил мир, Аристотель. Я думаю, что во времена Равакука Эйнштейн и Бор изменили настолько, что близко не стояли никто. Они включили в себя все, и это все изменило. Они первые научно доказали, что есть нечто за пределами даже нашей логики. Сначала это вероятностная модель мира и так далее, потом квантовая, полевая. Это изменило все представление. И мне очень странно, что Кук, я вот пытаюсь найти, до 36-го года прожил и ни разу не упомянул. Хотя вы однажды упоминали, что там на клеточном уровне происходит на микромире. Вот они это не упоминают, а доказали. И вот тот, который сидит и учит Тору, как вы сказали, но учит ее не ради Творца, не как Рав Кук говорит, что есть психическое, а так интеллектуально. Я не думаю, что он больше в мир приносит, чем ученый, который решает не ради зарплаты какие-то проблемы. Мне так кажется. Но я, наверное, не прав. Мне кажется, что это совершенно не относится к теме нашего урока. Это именно тема и только тема. Дальше. Вы сказали, что сосуд из двух частей стоят. А в тексте написано, что из трех. Кроме интеллекта и морали еще нечто. И вы сами это читали. А здесь вы оставили два. Хорошо. Еще почему Кук... Тексты доступны, можно посмотреть, да. И еще почему Кук мораль и нравственность не разделяет, а ведь это разные вещи. Даже Лев Толстой об этом писал, и вы его наверняка читали. Это я не разделяю мораль и нравственность, а слово мусар перевожу как мораль. А иногда перевожу как нравственность. Мораль по определению. Это общественная норма. А нравственность – это внутреннее, то, что стало человеком уже, его внутренний регулятор. И это принципиальная разница. Прекрасно. Спасибо. Извините, что я опять в треалку стараюсь больше не лезть. Я проверю по словарю, хорошо? Прежде чем я начну переводить иначе. Обычно все почему-то переводят мораль. Коренная ошибка – отказаться от всего нашего преимущества. То есть, как я говорил, что Раф Кук обращается в основном к нерелигиозной публике, но при этом национально настроенной. И поэтому, или может быть даже нет, и он говорит, будет большой ошибкой снять с повестки дня избранность еврейского народа. То есть, те, которые хотят бежать очень вперед, так сказать, в смысле интеграции еврейского народа с окружающим миром, он говорит, это будет большая ошибка. Комментарий Равошерки. Сказать, что народ Израиля ничем не отличается от других народов – это большая ошибка. Иногда это происходит из скромности. Это, так сказать, кто захочет, потом почитает. Окей? Так, на этом мой перевод закончился. Но есть продолжение текста. Чтобы перестать думать о том, что ты избрал нас. Наверное, где-то там. Мы не только отличные от любого народа, мы отличные своей историей, своей удивительной истории. Подобные, которые нет ни в одном народе. Кем мы улим, кто лим, а нам и колам. Но мы выше и лучше любого народа. Так говорит Рав Кук. Нацизм стоящий. Расизм. Если мы будем знать наше величие, будем знать себя. Если мы постигнем наше величие, мы постигнем себя. Если мы забудем о своем величии, то мы забудем себя. Сегодня мы пришли к ситуации, когда народы мира приходят к Израилю и говорят, учите нас в истории. Ведите нас к Богу. А мы говорят, да мы не знаем. Народы мира говорят, давайте мы покажем, в каких книжках это написано. Парадоксальная ситуация, которая есть сегодня. Он говорит, да нет, давайте лучше мы будем как все. Давайте мы арабам отдадим половину нашей страны. За просто так. Это народ, который забыл, о своем достоинстве. И народ, забывший о себе, это низкий и маленький народ. Немножко сложная фраза. Он говорит, это значит, понять, каким образом мы должны строить свою жизнь параллельно рядом с другими народами, рядом со всем человечеством. Это большой путь и долгий путь. Но, а руки мы мем хаену, а рука и в ней зударкену. Долга наша жизнь и долг наш путь. Долима нахну, в долот, едном шуготену. Велики мы и велики наши ошибки. Вечный народ не боятся долгого пути. И поэтому велики наши ошибки. Но велико так же наше утешение. Он говорит, что еврейский народ на своем историческом пути совершил множество ошибок и получил за это множество несчастья. Но дальше его ждет великое утешение. В Шерке я слышал этот урок. В Шерке говорит, что каждая ошибка примерно 500 лет. Сделывая ошибку, 500 лет за нее платят. Так он сказал. Наверное, это сейчас самая важная фраза всей этой статьи. Народ Израиля стремится и ждет, и желает воздействовать своей психикой, своей психической энергией. Когда придет день, когда воздействие этой духовной психики, которая прорвалась в жизнь не вовремя и посеяла свои семена на земле, которую проклял Всевышний. По-простому говорится о том, что христианство пришло в этот мир раньше времени, на неподготовленную почву к народам, которые еще не вышли из состояния дикости. Поэтому оно принесло много проблем. Тицмах Коцимбаркани соответственно, это произрастило колючки и репей. Ахивей Коцимбаркани так сказать, боль для всякого блага. Но придет время, когда эта еврейская энергия, еврейская психическая энергия найдет пашню готовую и обработанную. и тогда это станет благом. В известном смысле, хотя, как говорится, обсуждение о том, делали евреи революцию или нет, это считается как систематикой для антисемитов, но вполне может быть, что здесь говорится о том же самом. То есть, так сказать, еврейская энергетика решила прийти в этот мир еще раз в виде социализма, в виде марксизма. Сейчас как бы снова мы переживаем такое же возрождение этой же энергии. То есть, она каждый раз снова и снова приходит к мир, а мир не готов. И поэтому мир это отвергает. И поэтому он приносит миру только несчастье. Но когда наконец эта еврейская энергия найдет обработанную пашню, тогда придут великие множество народов и великие народы искать Бога воинств в Иерусалиме. То есть, в конечном счете, когда все процессы очищения закончатся, то этот свет попадет на подготовленную почву, и тогда множество народов придет искать Всевышнего в Иерусалиме. Они будут держаться за полой одежды еврея и скажут пойдем с вами вместе к шаману и потому что мы слышали, что Бог находится вместе с вами. Все ошибки, которые были сделаны еврейским народом на своем историческом пути и все ошибки, которые были сделаны христианскими народами на своем пути, в конечном счете это все подготовило мир к тому, чтобы сейчас, когда уже есть готовая пашня, этот свет наконец пришел на готовые сосуды и тогда действительно этот свет начнет распространяться среди всех народов. Ну, как Андрей очень любит говорить, что это то, что мы примерно пытаемся делать. Сейчас, когда вот такое стремление навести мосты между иудаизмом и христианством, который, опять же, фактически говорит о том, что народы мира чувствуют, что психическая энергия, нет знания, потому что знания есть у народов, как это потому что есть знания у народов, в том числе теология может быть очень высокоразвитой, в этом нет никакой новости. А энергия, она есть у Израиля. И поэтому народы придут к Израилю за этой энергией и скажут, пойдем вместе с нами, потому что Бог находится среди вас. Ну, вот, вот до сюда. Нравится, можно сказать, да? Да, конечно. Сто процентов согласен. Шикарная статья. Правда, да. Очень, 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 очень красиво все написано. Да, так что, так что, Спасибо, очень, очень хорошо там это все расписали. Раф, как правильно сейчас заметили в христианстве, да, нету, нету, нету вот этих проводников, да, нету таких учителей. Ну, Алекс, скажем, вот, когда я Алекса слушаю, да, он объясняет там Евангелие или еще что-то, там свет, там, и мне все, меня это зажигает, да, а так там в основном в христианстве одни теологи, да, научные сотрудники, скажем так, которым даже не обязательно быть верующими, да, чтобы быть теологом, да. Ну, окей, есть различия между светом и сосудами. Ну, про сосуды тоже говорится, да, в христианстве, но там в общем очень-очень-очень странно как бы все это объясняется и уже готовые сосуды, уже вот все, ты уверовал, да, и ты уже сосуд. Еще раз, вера – это свет, вера – это не сосуд. Произнести «я верю» – это не сосуд. Да, готовить сосуды – это пустая фраза. Большая проблема в том, что поскольку эта тема как бы находилась в забытии, большая часть людей, которые услышат, что вера – это энергия, они скажут, оставь нас в спокоении со своими прибамбасами. Я обсуждал на одном форуме, и мне сказали, вера – это энергия, где ты такое взял? Это что, йога? Это круче йоги. В этом, вера – это энергия, а без энергии сосуды мертвы. Проще сказать, что вера – это как душа, а сосуды – это как тело. Неважно, ты назовешь это моралью или ты назовешь это нравственностью, как тут со мной спорят в чате. Какая разница? Мы сейчас не обсуждаем слова, мы обсуждаем это тело, оно живое или мертвое. Ну, вот в христианстве в основном все говорится про разбитые сосуды. Вот надо разбить себя вообще в древеск и покалечить. Вот только тогда ты что-то там поймешь и что-то там почувствуешь. Вот. И потом покалеченные люди действительно инвалиды, да, получаются. И страшно, и жалко, и хорошие люди, и смотришь зомби, вот честное слово. А сегодня утром мы учили, что если Всевышний приводит на человека страдания, то это бы сэдер. Но если сам человек, он не должен это делать. Всевышний, он знает, как это сделать. А человек не должен это делать ни в отношении себя, ни в отношении других. Ни в коем случае. И там получается вот как идол в чистой воды, да, вот как только ты зацикливаешься, да, на чем-то, что тебе надо разбить, да, уже все, у тебя нету Всевышнего, у тебя какая-то там твоя застрялка, скажем так, да, вот, какой-то твой грех, он превращается в выдола, ты весь на нем зациклен на этом все. Согласен, согласен. И получается ужасное что-то, непонятное. Согласен. Но, как бы, возможно, что, зависит от эпохи тоже, от эпохи. Все-таки, возможно, что первичный сосуд формируется с помощью того, что его разбивают. И это смысл изгнания Египта, да, что такое египетское изгнание? Это как раз бить их, пока не зажгется что-то в душе, так, пока не начнут кричать. Правильно? Но после того, как этот этап уже прошел, его не нужно повторять. Возможно, что на уровне нации то же самое было, так сказать, ну, до наступления нового времени, да, так сказать, сама жизнь, как говорится, била людей болезнями, нищетой, всем, да? И это, кажется, был процесс исправления, процесс очищения. Но сейчас другое время. И сейчас это не работает. И как мы читали в одной из статей Альтера Кравкука любовь поднимает тонкие души. То есть сейчас души такие тонкие, которым не надо по ним пяти килограмму кувалды бить и точно не в таком объеме, как это было в прошлом. Но для этого должны быть люди, которые чувствительны к психической энергии. Вот я все-таки тоже думала про себя. Я же не пришла в церковь, слушайте, ребят, давайте меня научите, сделайте мне больно, и я пойму тогда, кто такой Всевышний. Наверное, что-то в моей жизни произошло, мне стало так больно, я такие страдания получила, что я пошла искать. И получается, ты приходишь в собрание, скажем так, и как бы ты свои раны, ты приходишь, чтобы что-то с этим сделать, чтобы это не так болело, или как-то так. А там, получается, тебя еще начинают дальше. Без наркоза уже, потому что Всевышний делает это с наркозом. Иногда без наркоза, но как-то это воспринимается совсем, что у тебя надежда появляется, когда все-таки это происходит, вот эта энергия какой-то свыше, опять же, мы скажем, тогда у тебя есть надежда, что это все поправимо, скажем так. А когда это вот как-то таким механическим путем, скажем так, то это как бы, ну, кажется, временное, как велосипед, он не будет же вечно, когда-нибудь сломается, когда-нибудь надо колесо подкачать, там, в общем, я что-то запуталась, ладно, я что-то ерунду, сука, я смотрю, тут есть пара вопросов от Ирины, ну, первый вопрос просто не имеет никакого отношения к урокам, поэтому я не собираюсь его обсуждать, а второй вопрос, мы как раз об этом и говорим, что, так сказать, соединение иудаизма и христианство, что иудаизм это энергия, а христианство это сосуд. Совет Старейшин, я не знаю, существует ли вообще такой Совет, но мы как раз это и обсуждаем, что, как говорится, соединение произойдет тогда, когда свет еврейства придет в сосуды христианства. Можно? Да, да, пожалуйста. Я абсолютно с вами согласна и с этой статьей. Вера – это энергия. Мы – это и есть энергия. Слова, которые мы произносим, это энергия в зависимости от того, что мы говорим. Такую энергию мы выводим в мир. И человек, изучающий Тору, абсолютно согласен, он меняет мир. И это правда. Тут сказать нечего. Так оно и есть. Просто есть люди, у которых ноль чувствительности, и поэтому они говорят, о чем вы здесь говорите? Все? Окей. Я думаю, что на этом все сегодня. Начали чуть-чуть раньше. И, так сказать, продолжение по программе LEMUDO в следующую среду. Мы согласуем, или это будет 6.30, или это будет 7. В принципе, у меня без разницы, как скажет Натан. Я думаю, что мы будем идти дальше по этой статье. Мне кажется, что она очень такая программная статья. Я постараюсь к следующей неделе перевести еще кусочек, и потихонечку продвинемся дальше. Дальше он как раз говорит про христианство очень много. Равицах, можно еще такой вопрос личного характера? И как вы думаете, когда-то произойдет это соединение или нет? Оно происходит, А разве то, что мы делаем, это не как раз на эту тему? Ну да, да. В глобальном масштабе, не в таком от единичных случаях, а в глобальных таких. А что значит глобальных? Она начинается с единичных случаев, а потом переходит на глобальное. Да, это да. Это я от кого-то слышал, по-моему, от Равициха, сколько я слышал, что у Большем этого не было. Ни фейсбука, ни ватсапа, ничего. И смотрите, как это учение захватило весь мир. И то же самое Раби Нахман, и то же самое христианство. Не было у него тоже ни фейсбука, ни ватсапа, и смотрите, как это зажгло, потому что там была энергия. Но она потихоньку угасала. Ну, окей. Как любой процесс развития. Да. Это процесс развития, не другого процесса развития. Ну, Равицах, если бы у вас энергии не было, наверное, это тоже позже не было. Тоже, я, наверное, где-то ее получил, так? Ну, да. Ну, и все. Потому что ваши уроки заряжают на целый день, особенно, если утренняя зарядка. Спасибо. Приятно слышать. Окей, хорошо, на сегодня хватит, как обычно, эти уроки поднимутся. Если есть еще какие-то вопросы по делу, то пожалуйста, ну, пожалуйста, еще раз говорю, ну, говорите о том, о чем мы говорим на уроке. Да. Спасибо большое. Окей. Всем счастливо. Спасибо за участие. Спасибо. Хороших известий. Всем счастливо. Пока. Всем спасибо. Спасибо большое. Пока.